Итак, всем ямтов, и мы с вами находимся на Симане Таф-Ламедзайн. Мы продолжаем готовиться к великому празднику, празднику Песах. Мы изучали законы Бдикат-Хамец, говорили последние о том, что книги можно не проверять. Это Хумрат-Хазон-Иш, и тем не менее здесь нужно подчеркнуть, что это говорится про обычные книги. Это не говорится про Беркат-Амазоны, про Замиротники, про все те книги, которые принимают непосредственное участие. Если у вас есть какой-то хумаш, я люблю говорить Диврей Тура по какому-то моему хумашу, который я часто беру за стол. Какие-то книги не есть, желательно пролистать. Опять-таки Тура, что с ними сделать, что есть привычка облизывать пальцы перед тем, как переворачивать страницу. Может быть такая желтизна на страницах, что с этим делать. Надо просто стараться эти книги отложить и не пользоваться ими в Песах, потому что ты опять сделаешь вот так, перевернешь страницу и «Здравствуй, Песах» называется. Там же ничего нет. Нет, страницы со временем затираются, желтые такие становятся, может быть, может быть что-то. Может быть, да, хамец, крошка, пролито, все, может быть. С такими книгами вообще лучше не пользоваться. Как из Амиротниками, но Беркат-Амазония не пользуются, их собирают и вытаскивают пасхальные. Да, не пользуются. Абутай, перед тем, да, у нас всегда перед уроком есть немножко Елхоп Муссар, у нас немножко, да, перед тем, как учить Тору, давай, почему, как важно ее учить, надо знать, что написано, что наши праотцы Авраама Вину соблюдал Песах. День, когда к нему пришли ангелы, был Песах, он соблюдал Песах. А как он мог соблюдать Песах? Не было еще египетского рабства, не было тем более выхода из египетского рабства. Не было никакой мацы, которая не успела захватиться. Что там происходит, как это может быть? А вы должны понимать, что митцвод заповеди, Всевышнего заповеди Торы, это гораздо-гораздо больше, чем то, что это с виду может показаться. То есть, когда мы вычищаем свой дом, когда мы избавляемся от хамца, это все очень глубокие вещи, до которых великие мира всего додумались даже до того, как был выход из Египта. Что-то за этим есть очень глубокое. На самом деле, избавляясь от хамца в своем доме, сказано, каждый, кто это делает, мы это учили, Всевышний обещает ему, что он не согрешит в течение целого года. Почему? На самом деле мы копаемся в самых темных затворках своей души и оттуда выскребаем хамец. Хамец – это сэорши байса. Сэорши байса – это символ ецрара. Ецрара – дело в том, что мацан символизирует не что иное, как анава. Да, самое лучшее из всех качеств. Когда человек выглядит столько же, сколько он весит. Мацана пока хлеб и вода, вот ягод, я мука и вода, да, я просто… А что такое хамец? Хамец, он начинает раздуваться, раздуваться, раздуваться. Вес от этого не меняется. Но булочка гораздо более пышно выглядит, чем мацан. Когда человек раздувает себя больше, чем он на самом деле есть. Это называется Гава. Гава. Недавно смотрел Великий Рафштейнман. Есть запись, видео в интернете. Посмотрите, к Рафштейнману приходят два раввины. Начинают Рафштейнману, да, главе поколения Зацкаль, рассказывать, что вот есть такая семья, там вдова и вдовец. Как бы у нее дети, у него дети. И они хотят отдать детей в их хедера. Их хедер супер такой религиозный. А те не очень тянут. Не то, чтобы они, говорит, религиозный, но просто в таком уровне. Как это повлияет на детей в хедере. Стоит, не стоит их брать. А Штейнман на них смотрит. Говорит, я, говорит, понять не могу. Что значит не брать? Конечно, надо брать. А что детям делать? Он говорит, нет, ну как, что? Ребе, говорит, есть другие хедеры. Просто, говорит, отец уперся. Хочет, чтобы эти дети учились именно в нашем хорошем хедере. А Штейнман на них смотрит. Говорит, так это значит нет другого хедера. Он говорит, ну как нету? Мало ли того, что, говорит, он хочет. Говорит, он решил, что этот хедер для его детей. Ау, как Раб Штейнман на этом. Говорит, Мишуга, а ты, говорит, хочешь квартиру получше? Говорит, более комфортно. Ты, говорит, Мишуга? Нет, говорит, ты Мишуга, ты хочешь лучше условия? Говорит, почему, говорит, он Мишуга? Он так для него. Так он жесткий. Говорит, почему, говорит, ты называешь его сумасшедшим? Что он хочет своим детям? Говорит, самый лучший хедер, говорит. Не, ну есть родители, которые говорят, что и дети, и эти, они не на уровне. И тут Раф Штейнман говорит. Гайве. Баль Гайве. Это, говорит, Баль Гайве, говорит. Они Гайва прям несколько раз. Говорит, говорит, ну Раф, говорит, это уважаемые люди, говорит, это серьезные раввины. Я сейчас не говорю про кого-то. Баль Гайве, говорит он. Гайве, Гайве, Гайве. Вот так он говорит. Гордыня, да, это все борьба. Да, человек живет, он свое, свое. Что значит? Как это так? Ребенок хочет, чтобы он с хедер, говорит, возьмите, говорит, детей, не морочите голову, говорит. Все это Гайва, говорит, в любом хедере, говорит, самым, говорит, самым. Бывает, что дети портятся и выходят, и бывают из других семей. Вы что, говорит, да? Так он защищает. Вы должны знать, что хамец – это символ главного врага человека. Это Гайва. Написано, что Гайавтану – человек, который эгоцентр, который, да, все ради себя, живет ради себя, в итоге все делает ради себя, тогда нет ему места, то есть Всевышнему нет с ним места, да, он – я, да, на первом месте у него, хотя я – это по-стыдь букву алфавита. И с другой стороны, Маца, Маца – это такое анивута, наоборот, человек, который ведет себя как положено, да, как стремится к тем идеалам, которые от нас говорит Тура, наоборот, такой человек максимально приближается и к мудрости, и ко Всевышнему. Поэтому, делая все эти митсву, каждую митсву, что мы учим, бдика, там, со свечкой смотреть, выскребать, мы должны понимать, что за этим, да, стоят очень-очень большие вещи, очень глубокие вещи. Поэтому, какой бы олигарх-то ни был, сколько бы ты уборщиц-то ни мог нанять, сам возьми один противень и протри, сам возьми на карачках, там, да, лазь и смотри, не выметай там митсва, и когда речь доходит до Всевышнего, у нас нет уговы, у нас нет никаких, да, мы делаем все как… Это большой-большой почет, служить Всевышнему таким образом, исполнять митсву дикат хамец. Итак, наша тема – семантаф ламедзайн, хамаскир бейт лахаверо. Человек, который сдает свой дом товарищу, но его товарищ тоже еврей. Итак, до Песоха он решил скинуть бремя, ну, такое бывает, да, сдать свою квартиру. Или, не знаю, выселился у него, он сдает эту квартиру, и вот на момент она стала его. Так, закон простой, свод виалоки амаскир бейт лахаверо, и удалил до Ниссана Виана. Если человек сдает свой дом товарищу на 14-е Ниссана и далее, и тот приобрел эту квартиру по одном из путей приобретения, да, там, снятия квартиры, там, по договору, заплатил деньги, как положено, если сделка успела состояться, то есть до того, как он передал Массарам Афтехот ключи ему, если, да, им адшелу Массарам Афтехот халью, да, если он еще не успел передать ключи квартиранту, и уже наступила 14-я Ниссана, то обязанность на проверку хамца лежит на хозяине квартиры. Если же это произошло, он передал ему ключи, и потом наступает 14-я Ниссана, тогда уже сам арендатор должен, на нем обязанность бдяки. Если человек не знает, да, он снял квартиру, а потом выяснилось, что это квартира еврея, да, и он такой, опа, и он заехал, что делать? Иму, Баир, если хозяин в достигаемости, он в городе, да, и ему можно задать вопрос, пусть спросит, спроси его, провел, если же нет доступа, нет, может положиться, что квартира проверена. Может положиться. И этого будет достаточно. Следующий стиман. Мы с вами говорили про то, что Тура запретила хамец твой, то есть хамец человека, принадлежащий тебе, не может находиться в твоем владении, да, где бы то ни было. То есть любое твое мнение должно быть хамца, не должно его видеть, не должен он находиться у тебя. Но если этот хамец принадлежит не тебе, ты вызвал сантехника, а у него хот-дог в кармане, он пришел ремонтировать тебе ванну, раковину, да, товарища ла-хлайбу, то есть какая-то одна из вещей разрешенных в холямой, да, например, ты вызвал, у тебя там протекает все. И что теперь делать? Он зашел в твой дом с хамцом, с булочкой. Мы сказали, что это не проблема, что это не твой хамец. Тем не менее, он пишет, «Афаль пишем и один мутар, азмин поэль голе такэнэйзо, несмотря на то, что по закону Торы проблем нет, ты вызываешь себе работника, он зашел за своим сэндвичем. Что теперь делать? Это не твое». Тем не менее, Ну, конечно же, в его случае надо постараться от этого избегать. Тем более, говорит, садиться с ним и есть за одним столом. Да, не очень хорошая идея. Я тоже была там, одна из учениц недавно спрашивала, она говорит, «Как быть? Я же живу с отцом, мой отец ничего не соблюдает, и как мне быть?» Говорит, «Я хамец в Песах, он еврей, я остаюсь как бы человеком, он будет есть хамец, будут какие-то вещи хамцовые дома. Да, как мне быть в такой ситуации? Это мое, это не мое?» и как бы Раф сказал, что в такой ситуации просто нету Песаха. Надо стараться максимально съехать, если есть куда съехать, там на квартиру, там, не знаю, ламит, урамит, куда угодно, да, но почему? Потому что, как здесь написано, да, то есть за одним столом уже сидеть, кушать, как бы он кушает хамец. Ты кушаешь не хамец, это неправильно. Почему? Потому что мы опасаемся, 360 дней в году это было разрешено, и вдруг это запрещено. Очень большая вероятность того, что человек просто забудется. Поэтому так важно, даже проданный хамец, не еврею по всем законам, закрывать, заклеивать, чтобы ты не мог туда добраться. Человек просто забудет, он увидит печенье, у которого он ест каждое утро с кофе, и он просто ее положит в рот, он не подумает об этом, поэтому, да, опасаться, сидеть за одним столом, где есть хамец, даже если этот хамец не твой, случайно можешь есть. Следующие, это были все, это касается этого снимала. Следующий снимать, 442. Итак, все виды Таравы, Таравы это смеси с хамцом. Мы знаем знаменитое правило, мы знаем, что есть такое понятие бетульбешишин, что если запрещенное исур падает в разрешенное, то если количество разрешенного превышает количество запрещенного в 60 раз, то это мы в отеле, это как будто бы этого нету, Если это случилось бодиават, мы разрешим это. Но в Песах Таоровит гораздо-гораздо серьезнее. Бекольшиу, бемашиу. Любая-любая крошка делает все непригодным. Поэтому. Если человек смешал муку и воду в Песах и дал этому закваситься, то есть создается хамец. Ничего не надо делать, чтобы получился хамец. Поэтому хамец – это символ лени, символ гавы. Что человек, когда ничего не делает, гава раздувается, ничего делать не надо. Человек потерял работу, и вот он дал себе раскиснуть. Он перестал ходить, он привыкл, не надо вставать наутро. Он начинает раскисать, раскисать. Ему уже делают предложения, ему предлагают хорошие места, но это недостаточно много предложил. Это слишком далеко. Гава раздувается, ему все тяжелее и тяжелее найти то, что он искал. Это касается всего. Это называется «раздувается гава». Человек, который спровоцировал появление хамца, он нарушает запрет Торы, в котором есть действие. То есть он сделал хамец в локе. Такому человеку подлежит бичеванию. Лупят до полусмерти. Ну, в наше время нет, но вообще как бы надо знать, что это локе. Такого человека надо отлупить 39 ударов плетью. Если испортился хамец настолько, что он уже даже для собаки, для еды непригоден, хлеб бывает так высыхает, что он превращается прямо в кирпичи. То есть уже никто его есть не будет. Да, тогда нет проблем. Им даже он может находиться в песах, им может даже использоваться в песах. И поэтому можно даже писать в холямоэ чернилами, которые сделали на основе пива. Какой-то настойкий из-за чменя. Да, потому что это чернила уже там нереально. Да, без фират, без фугаля, без фугаля, без хоккей. Да, в хэн муталли цахцех, наалав, без холямоэт, песах, бемешхат, наалайм, шешба, тароэд хамец. Также можно использовать всякими химическими мазями, кремами для обуви, которые, возможно, могут содержать хамец. То есть эти вещи, они настолько, их даже собака есть не будет, поэтому они не представляют опасности. И дальше мы увидим разницу между ашкиназим и сфарадим. Сфарадим, что касается нотэн таам ливгам, мы знаем, что если какой-то вкус в посуде пережил 24 часа, то этот вкус называется пагумный, то есть он портится. И такое называется нотэн таам ливгам, то есть тот, который дает вкус уже испорчен, но он как бы не считается проблемой. А, но в Песахе по-другому. Ашкиназим считает, что проблемы есть, фарадим считает, что нет проблемой, а купусек, что нет проблемой. То есть то же самое нотэн, если как бы было в этой кастрюле, что-то будем дальше учить. Но пока в Эхэн Мутан Ливцахцех также можно почистить обувь. В Эхэн Мутан Ливбошков Нимшамид Бакимутам Бэцэг Мифнима Ойхэль Венифсаля Хамец Майхады. Казакон из Манысорок, это сладые примеры. Что-то там, шапка заклеена изнутри, проклеена тем, что есть хамец. То есть любая вещь, которая уже просто совершенно непригодна, даже собаке пищу, то есть она даже не поймет, что это пища вообще. Да, люди, например, которые переплетчики, они делают переплеты для книг. Они имеют право использовать клей. Да, клей делается сейчас на основе из клейковины, которая тоже включает в себя хамец. Они могут делать это даже в Эрэв Пэсах. Кодемз Манысорок Хамец, до запрета использования хамца. Умутарли, кро, бисфарима, ладоба, пэсах. И эти книги можно читать в Пэсах. Может, как бы сейчас уже так далеко идти, то любая книга, в которой есть хамец, как бы проблемная. Нет. Если говорить, даже там есть что-то, что они клеивают эту бумагу. Возможно, с хамцом, и ты это кладешь в рот, так как говорит эта вещь, говорит, уже давно испортилась, она не, собака даже ее есть не будет. И ее никак не видно, то есть леотир, можно разрешать курить такие сигареты в Пэсах. Да, вы помните, спрашивали по поводу сигарет со вкусом. Да, любая вещь, которая есть там вкус, ее вкус. Тут надо быть аккуратнее. Со вкусом надо спрашивать сигареты, если очень есть много разных вкусов, да, химиозных. Опять-таки, видите, он говорит, что если это вкус, который, говорит, собака есть уже не будет, то, да, это перестает быть хамцом. Кальян мы говорили так, что если что-то добавлять в воду, это проблема. А если что-то добавлять в табак, то не проблема. То есть можно курить виноградный табак, но нельзя курить кальян на вине. Интересно, да? А именно виноградный или это просто для примера ты сказал виноградный? Нет, именно виноградный, потому что мы знаем, что нельзя пить вино, да, яйнессер. Нельзя пить некошерное вино. А, и виноградный сок. Но курить виноградный табак можно. Но делать на виноградный. А если он не виноградный, а там другой вкус, это не важно. Тем более, да. Не важно, то есть можно. Да, получается, тоже нельзя. Нельзя вино наливать в яйнессер в колбу. В колбу вообще, в принципе, там, наверное, кроме воды ничего нельзя наливать. В том смысле, что там... Молоко наливают. Не, ну всякие алкогольные, там, я не знаю, какие-то, ну не водку, но какие-то, которые на хамце могут быть замешаны. Всякие там виски, там, не знаю, там, еще что-то такое. Тоже нельзя. Кошерный, да, там, ну вот с свинами, все, что с виной. На коньяк, да, с свинами. А что, ты хочешь сказать, виски кошерный на Песах? А, на Песах. Ну, Песах, да. Песах – это все. В Коля мой, нельзя на виски кальян курить? Да, да. По этой логике, если идти, получается, нельзя. Ты же сейчас говоришь про время... Ты же говоришь сейчас про кальян, про курение кальяна в Песах, я так понимаю? Или нет? И заодно, и в Бу... Нет, то, что я же сказал, это и в Бу не проблема. То есть, просто в Будне нельзя вино налить в колбу и курить кальян. Почему? Потому что, ну, вино же яйнесах. Какое-то такое, похоже на то, что ты его пьешь. А в чем проблема в Будне пить вино? Некошерное, имеется в виду, Дим. То есть, ты не можешь просто бутылку вина купить? А, нет, нет, нет. Про некошерное вообще речь или нет? А, ну, понятно. Да, да, я думал, ты сам... Нет, ты мог бы подумать, я же его не пью, ты мог бы подумать, я же его кулю. А, все, все, нет, это понятно, что нельзя, конечно. То есть, Альберт, нам нужно... Ты его употребляешь. Там, например, на коньяке, если что-то там, хер знает, что-то добавляет не то в этот кальян, то это как кальян называется. Я тоже, это не интуитивно, но если ты покуришь, такой кальян тебе даст. Ты реально почувствуешь опьянение. Я не знаю, как это происходит, но там какое-то это вино как-то попадает, это коньяк как-то попадает. Альберт, а Сэм задает еще более такой вопрос обширный, я бы сказал. Он говорит, что, в принципе, курить кальян, который... Ну, в кальянную ты идешь, там, за полчаса до тебя в этом кальяне курил кто-то что-то на коньяке, к примеру, или на вине. Получается, ты из этого кальяна не можешь даже... Можешь ли ты из него... Ты же не знаешь, вымыли его условно или не вымыли. Нет, я это имел в виду, Дим. А, я тебя так... Нет, ну, это... Думаю, можно. Нет, там даже если... Если даже не вымыли, то там больше, чем 1,60, это все пофиг. А что ты имел в виду? Тут даже проще, тут горячего не было, это ничего не... Просто вымыли тут нормально. Нет, даже если не вымыли, условно, даже если не вымыли, просто вылили, а потом залили обычную воду там, условно, да? Все равно, мне кажется, не помыли. Да, тут проще, тут проще. Я, кстати, знаю, что кальяны, чтобы экономить, они эти кальяны, в которых вино налит или какой-то алкоголь налит, более-менее что-то стоящее, они его просто не выливают. Они его закупоривают и ждут следующего заказа на такой кальян. О, видишь как, видимо, знает всякие внутренние лайфхаки. С этим надо, но работая. Что касается хамца, можно, пожалуйста, бетуль башишим, вот тут очень важно послушать, да, что есть такой закон, бетуль башишим, но бетуль башишим работает до Песоха. А можно переводить? Касание любого хамца. Бетуль, это когда вещь... Аннулирование. Аннулирование 1 к 60. Если запрещенного в смеси меньше в 60 раз, чем разрешенного, то срабатывает бетуль башишим. И тогда ты можешь топить, как бы, изначально, как бы, ну, так делать нельзя, но, как бы, когда тебе уже такая смесь попалась, ты можешь игнорировать то запрещенное, которого так мало, и оно разрешено в пищу. Но, как только наступает Песох, включаются законы Песоха, и закон бетуль башишим отменяется. И поэтому, если вы хотите в Песох пить молоко, если вы хотите в Песох пить соки, надо все соки и молоко, вещи, в которых, как бы, в принципе, ничего нет, купить до Песоха. Смотрите, какой интересный момент, да, до Песоха. Когда ты покупаешь до Песоха, прикиньте, у вас там соки я, цистерна, 200, там, 2000 литров, они там делают свои, бодяжат свои соки, и потом делают, если туда, когда бабушка, как будто что-то случайно, крошка хамца туда попала. Касательно законов Песоха, все, нельзя пить этот сок. Но касательно обычных законов кашрута, бетуль башишим, это ничего. Получается, если ты покупаешь до Песоха, как только ты изымаешь эту вещь от нееврея, у них нет их законов, и оно становится твоим до Песоха, ты в мире, еврейском мире, у тебя срабатывает закон бетуль башишим. И все, эта вещь разрешена. Но если ты придешь и эту же вещь купишь в Песох, тогда, гоп, у тебя все законы включились. Закона бетуль башишим нет, перед тобой пачка сока. Теперь скажи, ты 100% уверен, что там нигде, в производстве, никак смотрели? Нет, не уверен. А значит, в Песох, по-простому, что говорят арабоним, мы не покупаем ничего без знака кашрута. Кашерла Песох. Вот ничего. Даже в кафе, чай, кофе, ничего. Только бутылку закрытую, воды. Воды. То есть вообще, если нет экшера, не покупаешь, ты не знаешь, законы бетуль башишим не работают. На что ты рассчитываешь? Очень важный момент. Работает следующий симан. Дин хамец бе-эрэ в Песох. Хамец мишеш шаот бе-йом юдалит ассур минатура бен бе-ахла бен бенаана. Итак, с 6 часа утром 14-го Несана хамец становится запрещенным как в пищу, так и в извлечении выгоды. А мудрецы сказали, ассру это хамец бе-ахнаш штей шаот кодем. Они на 2 часа еще перенесли. То есть с 4-го часа. Поэтому уже с 4-го часа, с конца 4-го часа хамец запрещен в пищу. То есть время чтения шма. Посмотрите, когда последнее время у нас чтения шма. Мы знаем, что у нас. Извиняюсь, шма у нас до 3-го часа. Да, шмуна и сре до 4-го часа. Значит, шмуна и сре. Вот когда истекает 4-й временной час, это последнее время, когда можно есть хамец. И как мы это делаем? Мы рассматриваем часы из маниот, конечно. Начинало от амуда шахара, от зари до выхода звезд. Делим все это время на 12. Получаем временной час, умножаем на 4. И понимаем, до какого времени, последнее время, можно есть хамец. Да, амуда шахар. А что такое амуда шахар? Это еще за час 15 минут до восхода солнца. То есть до появления дистка солнца на горизонте. А не так, как в таблицах в Израиле, говорит, считают, что это полтора часа до восхода солнца. Теперь, что происходит между 4-м часом и 5-м часом? Итак, с 6-го часа... А 6-й час, это у нас что обычно? 6-й час, это что у нас? Конец первой стражи. Нет, стражи, если у нас 4-й, это 3-й часа, либо 4-й часа. Стражи, это либо 3, либо 4-й, Махло говорит. А что такое 6-й часов? Это всегда что? 500? 500, конечно. 500, это полдень, полдень, либо полночь. Потому что у нас 12 часов в идеальном дне день и 12 часов ночь, правильно? А мы считаем зманьот. Не важно, как-то они полуторачасовые, 45-минутные. Но 6-й час, это всегда полдень. И полчаса после него... Минхадуа, совершенно. Так вот, с хацот деорайта. Все, нельзя есть хамец. Нельзя получать выгоду от хамца. Теперь мудрецы на 2 часа прыгнули назад. И говорят, что с конца 4-го часа уже нельзя есть хамец. Хорошо, а что в 5-м часу? А хамец мутарбиана. Но вот этот час с 4-го по 5-й, да, то есть 5-й час, он еще доступен для извлечения выгоды. То есть ты, например, съел, 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 все, завтрак закончил, до конца 4-го часа почистил зубы, как мы учили, прополоскал рот, а 5-й час пошел и сжег хамец. Или даже продал его. Не смог весь свой виски допить. Взял его, сразу продал, отложил его в тот отсек, где ты продаешь, да, где-то написал все, что у меня есть в шкафчиках и в помещениях под вивеской хамец. Я продаю там и пишу там определенное количество, сколько у тебя есть в специальных бланках. А потом можешь доложить туда, доложить, и это будет работать. То есть ты еще можешь продавать. Или покормить свое животное. Или кошке налить там стакан виски, чтобы она окончательно откисывала. Оф, или птичку, увилват шиямодли рот шилу яцниу хамец. Как можно доложить хамецу, что человек сделал дикат хамец в ночь? Он сделал дикат хамец из своего избавления. Да, но мы знаем, что он после этого должен даже, может, даже завтра кушать. Мы это учили. Да, то, что я имел в виду, я отправляю в свой дом, все, беру хамец, я начал, и завтра буду сжигать, но это не мешает тебе покушать утром булочку с маслом на здоровье. Да, просто аккуратно это сделать, и потом все сжечь. И снова сделать хамера в хаме, мы учили, да, второй раз. Поэтому, можешь покормить животных, можешь продать в этот последний час вияверет шиеширу. А, виявер машееширу, и сожги потом все, что осталось. Умитхилат, шаа, шишит. Но с начала шестого часа до конца. Ахурба анабе дебрейсофрим. Ты уже запрещен, тебе даже по мудрецам уже запрещено извлекать выгоду. То есть мудрецы тебя отодвинули. Реально с шестого часа, мы мудрецы сказали уже с пятого часа, ми дэрабанан, нарушаешь дэрабанан, если получаешь какую-то выгоду от своего хамца. А на минуточку дэрабанан, это, да, это курица с молоком. А мы не едим то же самое. Ла хэн из дарезле вателлиф не кэнши миша аши не сар пиана эйна битульмуиль. И поэтому он должен поспешить максимально, упразднить, устранить, аннулировать весь хамец до этого времени. Потому что с момента, когда он запрещен, будет уже для удовольствия. Эйна битульмуиль. Битуль уже не работает. Да, очень важно. Все продажи, все это, ничего не можешь сделать. Сделать до того как, до этого времени. Сжигание хамца и полностью почитать ровность хамея до этого времени. Итак, работая до Аллаха, смотрим внимательно. До конца четвертого часа у нас есть поесть завтрак. 14-го Ниссана утром. И до конца пятого часа сжечь. Все. Реально у тебя есть еще один час, но это может до райта. То есть как бы никто туда даже лучше не суваться. РФ Песах, Шахальбе, Шаббат. О, РФ Песах, который выпадает на Шаббат. А у нас выпадает РФ Песах на Шаббат. Ну-ка, смотрим, смотрим, смотрим. Нет. Да. Нет, по-моему. Да, да. Ниссан выпадает. А, правильно, Ниссан выпадает на Шаббат. 7 дней, 7 дней. 14-й вечером, да? 14-й вечером у нас это. А, да, это пятница. Это пятница? Да. То есть четверг вечером? Да, да. Пятница? Пятница? А, я не тут смотрел. Пятницу вечером, да, я просто... Вау, работает. Тогда мы не пропустим этот Симан. Он большой, мы будем учить его полностью. Итак, друзья, РФ Песах, Шахальбе, Шаббат. Ага, понял, да. РФ Песах, Шахальбе, Шаббат. Ага. У тебя, в принципе, сейчас Шаббат, я буду совсем с там дома. Да. Так, а где же то, что на второй Хамес в Песах? А ну-ка, давайте посмотрим наш. Микроволновка целый, просто. Песах. РФ Песах. РФ Песах. РФ Песах. Ну, тогда мы его не пропустим, потому что мы это по-любому будем учить. Окей, тогда работаем дальше. Дзин биур хамец. Итак, как сжигать хамец? Закон сжигания хамца. Кейтсад, Митсват биур хамец. Сорфо. Омфроли фродеким. Везеругу леуах. Озерку леям. Итак, да, если мы с нами заменить спор Раби Иуды и Хахамим по поводу того, как уничтожают хамец, там Хахамим говорит любым способом, Раби Иуды говорит только в огне. Омин аглесорфо. И поэтому мы, чтобы выйти по обеим мнениям, его именно сжигаем. Но, как написано здесь, можно его уничтожить любым другим способом. Либо раскрошить и развеять по ветру, либо выбросить в море. Но мин аглесорфо, чтобы выйти по обеим мнениям, что есть именно идея, именно в огне огонь сжигает, его сила уничтожать, превращать все в прах. Да, желательно, чтобы придать его огню, чтобы огонь властвовал над ним, превращая его в пепел. Тогда пусть просто выйдет на него бензин или что-то, чтобы он стал аппаратикелем несъедобным. Пусть зальет его чем-то, чтобы хамец стал несъедобным вообще, да, и это считается уничтожим. Запрещено не начинать какой-то виды работы, когда пришло время сжигания хамца. И пока еще не вступил в запрет получения удовольствия, пусть рассыпет птичкам, покормит, пожалуйста. Ну, если птички не съели, они уже дышать не могут от количества хамца, бедные уже, да, все. Да, тогда хорошо, говорит, чтобы ты там не оставлял, все равно, говорит, собрал, тоже бросил в ту кучу, где ты будешь сжигать. Если ты выбросил все в общий мусорный бак, то по закону ты не обязан потом, когда пришло время, да, сжигания его доставать оттуда и сжигать. Ну, если так сделаешь, да, табуалав браха. Ну, это неплохо. Окей, да. Окей. Хамуце хамец бемоет. Человек, который нашел хамец. Двы маленькие аллахи. Хамуце хамец бершудрабей бепесак. Человек, который идет в общественном владении и нашел булку хлеба, бутылку виски. Асур лулак бьё. Запрещено ему его даже поднимать. И даже если он будет иметь каванул, я это подниму, но я не буду это приобретать. Обычно, если ты приобретаешь, поднимаешь, ты приобретаешь. Он имеет анти-каванул на приобретение, все равно запрещено. Да, опять-таки, мы сказали, хамшар, человек может забыться. Хамец бепесах асур гамбе анаа. Хамец в Песах также запрещено и в получении удовольствия. И поэтому даже покормить кур нельзя хамцом в Песах, да. Ничего нельзя. Мы сказали, нашел, моет, янтов хамец. Единственное, что ты можешь сделать, это накрыть, это все кастрюляет. Песовые смеси в Песах. Давайте посмотрим. Почему это отличается от того, что мы учили? Это не то же самое? Не, не, мы так глубоко не учили. Мы учили маленький Аллахо, да, вот целый Симан про Таарова и Хамец. Про всякие смеси. Он говорит, вообще, говорит, покупки все нужно делать, где-то богобоязненного человека в Песах. Потому что ты покупаешь, ты не знаешь, как он, что, зачем он смотрит. Поэтому в иконке не адгар, не индышке, диме, мешкаль. Ты покупаешь на развес всякие орешки, всякие семечки, да. Где, как они лежат у него открытыми. Ты берешь оттуда, мало ли, там, да. Там есть, там, будь очень аккуратен, у кого ты покупаешь. Несмотря на то, что в Песах Хамец запрещает любую смесь, даже Бекольшу, любым количеством, один на миллион. Тем не менее, если это смешение произошло еще до Песаха, и там хорошего было в 60 раз больше, чем плохого Песаха, поэтому, если вода, дождь попал на пшеницу, или пшеница упала в воду, и теперь эта пшеница, замоченная в воде, смешалась с огромным количеством пшеницы. И, конечно, обычная пшеница сухой, в 60 раз больше, чем той горсти, в которой попала вода. Мутары, так у нас, на маца, их можно, да, смешать, сделать из них муку, испечь из нее мацу для Песаха. У Микольши, конечно, шлятир, яйчина, а секунды Песах моему, с муким, шенишаруками, ябим-бимаем. И тем более, можно разрешить там вино, которое делается на настойке кожуры винограда, винограда, несколько дней настоявшихся, и потом нашли там одно зернышко пшеницы, которое туда случайно попало, потому что это слишком мало хамца, и оно полностью битулировалось 1 к 60, и такое вино может быть даже использовано для четырех бокалов вина, проблем нет. То есть до Песаха срабатывает закон битулировалось 1 к 60. Стараться закупиться на весь Песах, да, поэтому нужно до Песаха. Бехэн паччина флала яйн, веришня, да, шлякава ями, мысельников, и то же самое, да, если упал хлеб, вино, да, веселину кодема Песаха, вымезала, да, шэн лахшо шиит на нунду тохо прорей хамец мутар биштьят бе Песах. Бехэн бира, шоу хамец гамуршень, и тарев кодем Песах, им машки махарим, пешищем леватло, то же самое, если бутылка пива у тебя пролилась в бочку с вином, мутар или что-то в Песах, да, можно пить это вино в Песах, потому что это было до Песаха. Неважно, почему, потому что до Песаха 1 к 60 мы в отель. Вину почему, да, да, неважно, хоть даже ведро у тебя упало, хамца, но оно упало в цистерну, неважно, то есть 1 к 60 сохраняется пропорция, да, что только бутылочка там короны упала в бочку с вином. А я не понял, скажи, пожалуйста, что надо заранее закупить сал? Любые продукты, которые не хамец, молоко, мед, соки. А воду тоже обычную получают? Воду обычную покупают даже в Песах, я верю, что покупают в Песах. А фрукты? А фрукты? Фрукты тоже, что фрукты помоешь. 1 к 60 это размер уже огражденный. Ну всякие, да, такие изделия, которые, да? 1 к 60 это уже размер огражденного грецами. То есть до раида там, когда там меньше, а не уже ограждение 1 к 60. Может, это же сложно вычислить? Бетуль, бешим это, махлоки, травы, шмой. В Алмуде, один из самых мощнейших. Махлоки там, да, но мы видим, что в Песах все в тысячу раз тяжелее, поэтому не доводить до Песаха. В Песах включаются законы, что бетуль, бешим не работает. А тогда получается, если нету значка кошер на Песах, все под подозрением. Вот все. Ну как это даже? Получается, крошка упала в водохранилище. С таким же успехом всякие добавки на овощи, фрукты там добавляют. В кожуре может быть в теории вот это вот. Какие-то составные ингредиенты хамца. Да, и что? Ну а как мы в Песах покупаем? До Песаха? Яблоки, ну а представь, помидоры, яблоки. Нет, это может, ты моешь их, ты знаешь, ты их моешь, нет. А детские каши, которые китнио, детские каши? Детские каши, броня, обязательно должно быть экшир везде. Какие детские каши? Вообще детские каши должны быть с экширом. А на Песах должны быть с экширом пасхальным. Все. Когда наступает, Песах работает, тут уже не шутки. Туда просто покупать все с экширом. Кроме воды, потому что... Либо закупить все до Песаха. Такие вещи, которые как бы, да, нет. Но есть, которые Мекелим, опять-таки, тут уже надо раввина своего спрашивать, которые говорят, что дело зависит не от тебя, а от того, этот же сок Я, он был разлит до Песоха. Но тут большой вопрос. На это нельзя полагаться, я думаю, что... Потому что пока это находится в статусе у нееврея, там нету ни Бетульба Шищеем, ни Бетульба Мея, там вообще нет ничего. Там это находится нееврея. Это в магазине на полке лежит. Вопрос, когда ты возьмешь, это станет твоим. Вот на этот момент такой закон сработает. Окей. Субтитры создавал DimaTorzok. Нельзя изначально смешивать делать с Шишем, чтобы не пропадало пиво. Сразу разлил все свои ящики пива, каждый в одну бочку, чтобы как бы, да, отменить, чтобы не пропало твое ящики пива. Так изначально не делать. Даже жидкость с жидкостями. Там тоже спор. Так. Так, пока я не вижу, что такое, да, можно пить молоко, которое дает корова, несмотря на то, что корова кушает хамец, да, надойная неевреем. Если ты что-то сварил, забылся и сделал себе картошку, сварил картошку, а в посуде, которая хамцовая. Но эта посуда не использовалась больше, чем 24 часа. Атовшиль мутар. Еда, картошка будет разрешена. В ашкиназим, он пишет, махмирим базе. Но ашкиназим в этом устражают. Они говорят, что, да, так нельзя. Но сфарадим облегчают. Окей, конечно, изначально это никому нельзя делать. Но если такое произошло, еду мы тебе скажем кошерную. Там руки медиврей косметикалы, ниши мутарим в Песах, мегливан, ши нефсалу байхалат келев кодома Песах. В кен табак, арриха кашер, наасе бакухал, хамец, тино к хархо кодем змену. У меколь шекен шеба, аец Исраэль, ров, асфират, муфат, мидварим шейно хамец, в кенде париш, меру бапариш. Окей. А еще такой закон, он говорит, что косметика женская, так как женская косметика, да, тоже ее выкидывают, проотбирают, ужон прячут, как чистый хамец. Надо знать, он говорит, что если это не... Кстати. Алло. Меня слышно? Я слышу тебя прекрасно. Так, хорошо. Да, кто-то позвонил, наверное. Что... Косметика, да, косметика, что то, что идет в рот, вот с этим надо быть опасно. Да, вот помада, она идет в рот, и даже как бы, несмотря на то, что она на самом деле вообще никаких проблем, то есть она несъедобна, но все-таки, да, то, что ее трудно, надо быть аккуратнее, но все остальное на лицо, на тело, он говорит, можно, и даже, говорит, табак нюхательный, тоже кошер. Шафилу именно особо, даже если он сделан с какими-то примесами, хамцовыми, диноким, он как будто бы сорван не в момент своего созревания. Помните, мы учили, что есть определенная кондиция у плода, да, какая она должна быть. Все, что до, все, что после, не является самим плодом. Шекенберрис, израильдров, а в Израиле большинство именно такое срывается для косметики. То есть для косметики используется то, что можно съесть, продать как плод, продают как плод. Для косметики используют более на ранней стадии или более на пользной стадии, да, но коль дает порешь, мирубо порешь, пусть каждый идет по своему, да, в своем месте, спросит Равина, как это делать. Как мы делаем? Да, на массе есть очень много, да, законов по, да, садяшкин, один из фарадим, по косметике. Будем распространять там. Написано, я говорю, только овощая правила, то, что идет в рот, да, с этим надо устражать. А одеколон тогда тоже может быть. Зубная паста, помады, а? Одеколон тоже, да, тогда можно. Одеколон, да, одеколон такой, знаете, который идет на одежду. То есть парфюм, а есть дезодорант. То, что идет на тело, например, с колесиком такими, ты его втираешь. Есть, которые говорят, что сихак и ахила, втирание, это как кушать, киштия, то есть втирание, как будто ты пьешь, употребляешь. Есть, которые в этом облегчают, говорят, нет. Но в любом случае, если ты просто попшикаешься на одежду, не на тело, не бодиспрей, а такой на одежду, здесь как бы, да, вопросов быть не должно. Но, опять-таки, я стараюсь как бы от всего алкогольного, не написано алкоголь, как бы избавляться, да, оставлять такие, которые даже здесь будут неповадно. Но, опять-таки, это не хамес, не обязательно там шарах. Это не хамес, просто, да, от него, если там алкоголь написано, то лучше как его продать, положить туда, где он продается. Так вот. О, очень важный закон. Работает. Да. Очень важный момент. Он пишет, таблетки, всякие таблетки от головной боли, от зубной боли, можно пользоваться ими. Афилу еш баэм таа робет хамес. Ес. Вот это крутая Аллаха. Всегда меня обучил этот вопрос. Все. То, что касается сильной боли, постоянной, то есть таблетки от головы, таблетки от зубной боли. Окей, там есть какие-то добавки, которые могут быть там хамцовые. Это считается таамам, и вкус он погумный. Ты там эту таблетку ничего не почувствуешь. Их просто проглатывают, как они есть. Но если это какая-то холс, то есть она со вкусом, она такая сосательная, она такая доктор Мом. Мы говорили, помните об этом, даже в законах кашрута это уже большая... Это надо все проверять на кашерность. Кейванши таамам тоф, так как у них есть вкус, они вкусные, ассурлим цоцмээм, льруфуа, дэлкат, гарон, даховицы баэ. Не запрещено их рассасывать, даже ради лечебных целей. Элы им кэн, нидбларэрши, наасуна, амиланши, терас, фото пухиядама, витоблюбакэш, мяаруфу, бетришума, тупот, и лучше, конечно, попросить доктор, если он в этом понимает, выписать такие лекарства, которые бескусные, которые не рассасываются, а вообще лучше те, которые в списках, где нет хамэц, лээлэш баэм хашаш, та робет хамэц. О, отлично. То есть, зла для этого держаться по сторонам, но если там, да, ребенок, жена его просит там хамэц, можно разрешить, очень важно. Афальпишем яйкар, аддин мутарлэй, штамэш бэпэсах, ляадахат, кейлим, и смотря на то, что можно использовать все чистящие средства, фэри, мэри, вот такие все, даже без экшара, так как сегодня уже даже и это, в Израиле делается кашер ла пэсах, ну, лучше покупать их, он говорит, шеш бахэм экшер ла пэсах, то есть даже в этом, хотя понятно, что фэри это априори, то, что портит вкус, то, что портит вкус, но об этом мы говорим, да, если у тебя есть хамэц, залей его фэри, и он перестает быть хамцом, а, окей, окей, хусла, раздал, у нас сейчас откуда такие вещи, у нас, соус бы кошерный найти, не то, что фэри, окей, работай, хамэц шавар ла пэсах, вот как раз мы остановились на хамэц, шавар ла пэсах, что делать, мы обсуждали это в прошлый раз, когда мы ходим в гости к своим друзьям, евреям, которые, может быть, не знают законов пэсаха настолько, чтобы продать весь свой хамэц, надо знать, что через месяц, через два, через пять, если они угощают тебя виски, надо быть аккуратным, потому что, возможно, этот виски был у них на пэсах, фэйзат Ашем, с этого продолжим завтра, я буду с вами на связи по поводу времени, но постараемся в это время с вами учиться. Окей, работай, прощаюсь с вами. Спасибо, Арбюрд. Поступающим праздником. Ишарко, Ишарко, спасибо, рад, что ты с нами. Прохим тебе. Прохим тебе.